Приветствую вас. Здесь человек, автор вопроса, говорит про то, что у него начинается поток мыслей негативных, которые начинают перечить его чувствам, вызывают напряжение, тяжелое дыхание, плохое настроение и агрессию на всех. Я думаю, что, конечно, вам неплохо было бы обратиться к врачу сначала, чтобы исключить какие-либо органические процессы. Потому что если то, что вы чувствуете вызвано ими, то, соответственно, психотерапия вам несколько противопоказана. Здесь она вам будет, к сожалению, скорее всего даже вредна, потому что, ну, как-то при органических моментах все-таки используют, ну, используются больше, соответственно, и органические же способы воздействия. Вот. Это первое, на что я хотел бы обратить ваше внимание. Второе, на что хотел бы обратить ваше внимание, это на то, что если мы, вот условно говоря, за основу берем, так скажем, психогенную причину, именно психогенную. То есть, ну, то, что с вами происходит, например, является результатом психологического конфликта, например. То вот в таком случае, в случае если это психологический конфликт, я бы не сказал, что подобные мысли прямо-таки нужно лучше игнорировать, потому что здесь ситуация вполне возможно такова, что эти самые мысли демонстрируют вам то, чего вы хотите, то, что вы себе вытесняете. Вот. Естественно, в такой несколько преувеличенной форме, да, вот. То есть, ну, я имею в виду преувеличенная форма, то есть как раз несколько аутрированная, да, а несколько вот амплифицированная, скорее. Конечно же. Вот. Но, в целом, вполне вероятно, что за этим кроется вот что-то достаточно важное для вас, например. То есть, ну, вот, словно говоря, какой-то аспект, да, какой-то аспект, который вам, ну, важен по той или иной причине. А вы пытаетесь, к примеру, это себе ограничивать. Ну, как бы, на мой взгляд, ничего особенного хорошего. Из этого не получится. Повторюсь, важный момент, очень важный момент. Если мы говорим о психогенной истории, если мы говорим об эндогенной истории, то есть истории, при которой вот у вас, ну, органические процессы, подобные, проявляются, вот, то все-таки, в принципе, правила не действуют от слова «сесса». Вот. Поэтому хотелось бы, чтобы вы имели это в виду обязательно. Вот. Конфликт внутренний. Вот. То, что вы описываете в своем общении, то, что вы описываете в своем тексте, да, когда, как будто бы, одна ваша страна начинает бороться с другую страну, и вами, ко всему прочему, она же, эта страна, ну, условно говоря, обсценивается. Вот. Вот. И, на мой взгляд, ваша задача увидеть то, что конкретно вы описываете. Вот. Я думаю, что, ну, если предположить, да, что, ну, что вы это делаете. Положите, что вы, вот, как-то пытаетесь, ну, на самом деле, обсценивать. Так ли нужно, э-э-э, так ли важно, э-э-э, обсценивать это. Не делаете ли вы это из, например, какого-то, ну, может быть, страха. Вот. Не делаете ли вы этого из какого-то такого вот ощущения, да? Это, на мой взгляд, весьма важный аспект, потому что, если вы, э-э-э, ну, если вы себе это игнорируете, если вы себе это пропускаете, то, как бы, конфликт будет наращен. Здесь, конечно, сказать про, э-э-э, селспрадик, ну, то есть, я образ того, как вы, например, видите себя сами, например, то есть, вот, э-э-э, ну, вот, 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 вот. Нежелание отказываться, да, от, э-э-э, ну, от того, как, например, например, вы себя видите. И, соответственно, момент здесь достаточно тяжелый в том смысле, что отказаться от образа себя или признать, что этот образ не совсем корректен, весьма весьма трудно. Что вас не страшит, из-за чего, вероятно, появляется, как раз-таки, звезд, появляется, как раз-крас, такие, э-э-э, напряжение и прочее, прочее, прочее. Что-то очень сильно вы себе запрещает. Вот. Но среди этих мыслей могут быть, э-э-э, действительно, негативные мысли. Действительно, э-э-э, действительно, э-э-э, что-то, вот, что могло бы вам наблюдать и так далее. Так, здесь нужно учиться, э-э-э, ну, вставить фильтр, да, здесь нужно учиться, э-э-э, фильтровать то, что, к примеру, вы, э-э-э-э, ну, испытываете, да, то, что вы чувствуете, к примеру, и, э-э-э, как бы, отслеживать, отграничивать одно от другого. Вот. Мне кажется, что вам надо бы, примерно, в таком ключе движуться, то есть, не все мысли, которые вы, э-э-э, которые вы, ну, привыкли, например, э-э-э-э, считать э-э-э-э-э-э, являются негативными. Не все мысли являются, конечно же, и позитивными, но что-то нужно ограничивать, на мой взгляд. Чтобы этому научиться, желательно, конечно, обратиться к специалисту, психологу, например, если у вас повторюсь именно психогенную историю. И, соответственно, поработать в этих направлениях. Ну, а если историю у вас больше эндогенные, то есть именно из физиологических аспектов ваших возникает, то в таком случае сначала врач и уже потом психолог. Вероятно. Вот так, пожалуй, я бы вам здесь ответил бы на вопрос, который вы знаете. Хотя, конечно, вариантов вообще может быть много. И совершенно не факт, совершенно не факт, что я вот, ну, что-то вот прав, вот, в данном аспекте, например. Вот, поэтому предлагаю вам, собственно, обратиться к специалистам, да, и во всем подробненько разобраться, чем гадать. Это всяко лучше будет. И вам подпокойнее, я надеюсь. Но бороться одиночку с этим не лучшее решение. Да и не обязанно вы с этим бороться в одиночку. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Буду благодарен за обрядную связь по моему ответу. Это позволит вам начать работу над собой. Желаю вам всего самого доброго. Удачи. Обращайтесь за помощью.